МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, всем добрый день! Вторая часть расклада. Моя первая любовь про него при помощи метафорических ассоциативных карт. Вытаскиваем три карты в закрытую. Какой? И каждую карту, когда вытаскиваем, задаем каждой карте вопрос. Какой он был до отношений, какой он был во время отношений и какой он стал после отношений. Первую часть расклада смотрите в предыдущем видео. Поехали! Сосредотачиваемся. У вас это может не обязательно быть первая любовь. Какие-то те отношения, которые закончились не так, как вам хотелось бы. Сейчас мы попробуем посмотреть, почему это получилось, из-за чего это случилось. Вытаскиваем, какой он был до отношений, какой он был во время отношений и какой он стал после отношений. Откладываем колоду. Начинаем открывать первая карта. Помните, чтобы расшифровать карту, вы должны задать правильный вопрос. Для начала, что вы видите на карте, что персонаж делает, что чувствует, какие эмоции у него могут быть, где он находится, есть ли вы на этой карте и что для вас эта карта означает. Ну, а сейчас как бы немножко вам помочь. У вас в любом случае описание карты будет свое. Вопрос. Какой он был до отношений? Смотрю. Вижу девушку, которая сидит в углу, задумалась. Она грустит. Она не уверена в себе. Она о чем-то печалится и сидит в углу. Какое-то у нее безвыходное положение. Если интерпретировать это с моей стороны. Значит, делаем выводы, что молодой человек до отношений далеко был не уверен в себе, о чем-то думал, не знал, как найти выход из этой ситуации. В общем, ему было грустно. Следующую карту переворачиваем. Какой он был во время отношений? Отвечаем на вопросы к карте. Что вы здесь видите? Тем, что персонаж делает, что чувствует, какие эмоции у него, где он находится, что было до этого, что будет после. И есть ли вы на этой карте? И что для вас эта карта? Какие ассоциации вызывает? И в моей интерпретации, то есть мой молодой человек во время отношений вел себя как маленький, неуверенный школьник, который всего был радостный, ну и такой вот, в общем, ждал, скорее всего, что когда к нему кто-то подойдет и скажет, что он кому-то нравится. Ну, вот, я думаю, так. Так. И третья карта. Какой он стал после отношений? Что мы здесь видим? Здесь клоун выступает на людях, всех веселит, дурачится, поет песни, пляшет. Какие у него эмоции? Ну, в душе он, скорее всего, грустный. Почему-то все клоуны, мне кажется, что грустные. Хотя улыбка у них на все лицо. Что вы видите на этой карте? Что делает персонаж? Что думает? Что чувствует? Какие эмоции у него? Что было до этого? Что будет после? И что для вас эта карта? Пишите внизу в комментариях. Ну, а в моей интерпретации ему было грустно, но он это не показывал виду. Что для вас эта карта? Ну, и еще раз повторюсь. Какой про него расклад у нас? Какой он был до отношений? Какой он был во время отношений? Какой он стал после отношений? Пишите в комментариях к своей интерпретации, что для вас эти карты? Напомнили ли они вам какую-то ситуацию? Буду рада. Присоединяйтесь в мою группу ВКонтакте. Ссылка будет внизу. И следующий ждите расклад про нас. Тоже на три карты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова